Всем привет, с вами Ворма, это игра Mass Effect, которую мы продолжаем проходить. Остановились мы на том, что изучаем сейчас туманность, где обосновались у нас гетты. И две солнечные системы из этой туманности мы уже успешно изучили и всех там перебили, осталось только вот эти две туманности. То есть не туманности, а система, система гонка и система там Вайш или как там она называлась, я не успел прочитать. Так, ну собственно продолжаем тогда на этом. Это уже у нас четвертая серия подряд получается, без сюжета, без основного сюжета. И где-то еще три серии подряд, три-четыре серии у нас будет подряд идти именно без основного сюжета, к сожалению. Но ничего с этим поделать не могу, найти запись матриарха, потому что мы проходим Mass Effect приблизительно к сотке, пытаемся поблизиться. Так, это планета, которая нам нужна, поэтому сначала другую еще изучим. И на ней пустим. Пытаемся пройти как можно больше Mass Effect, то есть вот пытаться пройти в на сотку скорее всего это не получится из-за того, что я не смогу найти физически все записи матриарха и остальные все там всякие медальоны, жетоны и прочее всякое дерьмо. Это нереально сделать из-за того, что приходится человеку на это реально полностью. То есть не только по точкам на карте, которые отображаются изначально, но и просто так изучать. Хотя может получиться, кто знает. Проверим. Так, аномальные, пускетов, аномальные сигналы. Сначала пойдем по побочным, побочным миссиям. Побочным миссиям, побочным миссиям. Не забываем сохраняться обязательно, но я не хочу перематывать опять в очередной раз эти серии все. Моменты, когда я туплю, умираю и начинаю вообще всю планету заново проходить. Надеюсь, это не планета с обезьянами, хотя нет, монетариты падают 5 лет назад. В общем, пройдем сначала все побочки, потом приступим уже целиком полностью, без каких-либо предчувствий совести и так далее, проходить основной сюжет и отвлекаясь уже на побочные квесты, чтобы было вообще по кайф вот это делать. А сейчас это такие начальные миссии, которые не интересны, не несут в себя никакой, в принципе, смысловой нагрузки, только лишь очки опыта, кредиты, какое-то вооружение, снаряжение какое-то и улучшение, так сказать, нашего Шепарда на будущее, на сейвы, на перенос сейвов следующих частей в следующей части. Так, видимо, какой-то маяк, пойдем его посмотрим. Падает метеорит, надеюсь, они нас не заберут. Найдем жетон. Это вот одна из побочек, которую можно, в принципе, не найти. Хотя, может быть, они все показываются так, а может быть, их пройдем тоже все. Почему нет? За эти плюшки нам, по-моему, дадут просто там какое-то количество тактик, только не поднимись. Какое-то количество ресурсов и кредитов во второй части, просто, и все. Но все равно хочется пройти на максимум. То есть я всегда проходил игру на сотку и стараюсь всегда это делать в дальнейшем. Ну, не всегда, ладно, бру, но большую часть времени. Да, есть возможность, по крайней мере. Помню, у меня был такой глюк один небольшой в голове, когда у меня просто было желание пройти все игры в стиме на сотку. То есть все достижения получились вот такое. И, в принципе, это было довольно успешно. То есть Borderlands, например, на первой пройден на сотку. То есть я там собрал реально все, что можно было только собрать. Потратил на это кучу времени, но все-таки я это сделал. То же самое было с Assassin's Creed у Ubisoft в Uplay. И, в принципе, это тоже успешно подвигается. Ну, то, что я, по крайней мере, прошел на данный момент. То есть я там остановился на Black Flag еще. То есть не в Синдикат, не в... Как это называется? Не помню. Не в выпуск до Синдиката я не играл. Также не играл в этот... Блин, уже не помню, как называется. Короче, на движке, который был Black Flag, сделан за амплиера где-то поиграть. Так. Очередная побочка по бочке. Нет. Мена. И вот эта остается нам еще побочка здесь. Она охраняется. Что за фигня? Не забываем сохраняться обязательно. Прям очень важный такой для меня критический момент. То, что очень жалко время потеряное на то, чтобы объезжать это все еще раз. Особенно учитывая гору, тут вот все бесит больше всего. Вот это вот. Ладно гнаться там по прямой дороге, как вот в основном сюжете там будет тоже маха, и там нужно будет ехать именно по прямой дороге. Это интересно. А вот эти вот пышки, вот эти вот зипкутки какие-то. Ну, гадость. Кто это? Гетто? На, бонис. Вот ты не попал сюда, ну вообще, все. Да в смысле ты не попадаешь? Вот без этой неровной поверхности, а он не может пушка опустить ниже всего корпуса. Надо тереть. Пушка перегрел еще. Помешать он. Еще шагающий танк и пара перелет. Да в смысле, сейчас опять нас подорвут. подорвут. Сейчас хранился. Так, ломаем тебе щит на письмо, живой собак. А, вот такие вот мне раздражают побочную миссию, честно. Минус. Че тут? И че тут? А, нет, это таль. Да в смысле, че тут не изучается ничего, что ли? Красава. Че тут нельзя ничего изучить? Не, вы серьезно? Так, подальше высадим. По-моему, нужно вырубить типа маяка, что-то типа того. Ни фига нету. Ну окей, это на всякий случай здесь. Может быть потом нас после вот этой части сюда отправить, я не знаю. Пункт назначения указан только. А это вот это. Аномальный сигнал. Почему не могу вырубить и что-то с ним сделать, да? Так, давайте попробую. Блин. Он по-любому вырубается как-то. Ф5 давайте, если закружу сейчас еще раз, может появится. Потому что вопросик должен отмечаться у нас крестом, если мы его прошли. Нифига. Ну я фиг знаю. Ну я все, посмотрел что-то было. Можем там где-то снизу есть пещерка или что-то типа того, но вряд ли. Странно, это очень странно. Окей, идем дальше-то. Нам можно успеть с вами пройти всю планету. Этой системой. Этой туманности. А тут она, скорее всего, не две звездные системы у нас, а три. Типа третьей финальной уже появится. Ну я надеюсь, что успею это пройти, потому что у нас скоро уходить надо. А куда я не скажу, да-да-да. Рано вам пока бы мне знать такую информацию. Давай, давай, гони. Ну. Вот такие вот я поездок на макро вообще не найду. Когда вот именно вот по горам по этим. Блин, ну тут опять металл. Это где он? На горе внизу, надеюсь, что внизу. Надеюсь, не нужно будет на гору ехать ни на какую. Ну один фиг это время занимает. Ну его надо собирать. Потому что это кредиты, это голда, это экспо. Это то, что нам требуется для успешного прохождения сложного масс эффекта. С хорошим задатком на следующей части. Уныло это, уныло. Раздражает. Реально. Больше чем тебе дает. Но осталось совсем немного. Осталось только вот гетов этих пройти. Это самое вот раздражающее, которое может быть. После этого еще две туманности остается. Потом летим в цитадель. И потом из цитадели летим наверх. Да. И там уже почти не будет никаких перерывов на побочке. Только после разговоров там с нашими сарапниками. Потому что они там хотят что-то найти и получить цитадель. Слышим, где ты? У, ёмана. всё? Нет не всё. Ха! Лошара! Где? нет что ли по ну да щас еще прилетят вон он летит опачку можно подорвать а почему хп не тратится во пошло а у него щит походу был изначально песен мят собака а щас подорвем сморите классно а но его нужно было взорвался все сдох серьезно не сдох что почему он еще на экране а это не все окей всех убили возвращаемся нормально и остается один авампост еще одна всего солнечная система на которой мы сейчас и полетим но скорее всего она не одна не скорее всего там еще появится системка с главной базой долго это раздражает вот сюда вам шин летим какая маленькая всего три планеты у нее на эту скорее всего высаживаемся нет не угадал на динатурианская эмблема чем такую большую делать область для текста интересных бак и маджи красная планета ближайшая к солнцу в этой маленькой солнечной системе берем те же самок и друзьям состав окей о музончик мой любимый ну в этой части вторая часть это конечно же suicide mission suicide mission ладно так аномальные обломки вам пускетов сначала ведь едем на аномалии так это туда ухты тут еще и маленькая звезда синяя жалко маленькую звезду потому что она будет взорван вот это и скорее всего потом красным декантом красиво все таки не спорю но когда ты найти за этим наблюдаешь в таком именно формате катаясь на макро в одних тех же локациях грубо говоря только сразу не фиксируем это это надоедает очень сильно надоедает да я задолбал уже про это говорить мне он реально надоедает лишь я не буду это перематывать нет ну серьезно что рядкий элемент рядкий элемент это нулевой элемент который ну является здесь как создает масса фред грубо говоря на головам врет ворум масса фред от друга очки но в принципе он не используется нулевой элемент нулевой элемент он тут используется именно в технику сама как топливо как основной ресурс самый редкий также он подпитывает биотипов короче как фигня которая была фаренгейте например из-за которой лукас получил свои способности древние развалины прям с проблем отлично или как например лириум в драгонейк для мага примерно то же самое опачки чё-то черепушечка находка выбрана обнаруживайте на этом массивном черепе отметины от выстрелов из ускорителя массы ксенобиологической базе данных вашего скафандра вам не удается найти описание подробного подобного существа она попала сюда с какой-то неизученной планеты окей едем дальше все-таки надеюсь что память меня подводит и никакой больше солнечной системы здесь не будет и мы на этой солнечной системе завершим нашу серию и атаку гетов в этом скоплении но скорее всего память у меня в этом плане не подходит к сожалению ну да ладно посмотрим разбившийся зонт переработать но смысле ты блин на серьезном исправлюсь ну да ну окей на 20 недели тратим на чё бери все уже пятый уровень пошел мы сейчас пробочки все эти пройдем вообще на халяву будем проходить основные миссии уже в качестве уже там амуниция будет офигенская прям уже все-все пробуй а может нет поскорь этом солнце хоть посмотреть на красивый 2d картины анимированы в принципе смотреться они даже картинки одинаковые ой осмотрелся опачка зато металл нашел то есть там картинки одинаковые только много не смешанные и цвета разные но все равно выглядит красиво несмотря на всю простоту создания поэтому разнообразие так сказать ты аккуратно берем берилий здешний металл один из легких металлов и едем на этот долбаный аванпост гетто в чертово ненавижу гетто теперь но все равно буду с ними потом общаться положительную ключи более что бы рассказать трамп президент америки слышал новость что он хочет отменить эти санкции против россии было бы круто на самом деле визу металлы и худшую больших танков танков или куш f5 не забывай подрост ворм эпичный сначала металл это неровная поверхность по моему совсем но мы все равно вылезут магний обнаружен легкий металл это показывает еще раз и в 5 чтобы заново а это подъем как основан по стопе блин не видно тебя где там еще пушечка у нас где там еще есть пушечки у нас я разорву вас ебаный мраз очередной уровень то есть уже двадцатый уровень получили что в принципе неплохо и едем наконец-то наверх к самому аванпосту надеюсь он будет не входным отлично он не входным опачки они просто упали да собаки блин придется к ним заезжать туда блин еще один упал этот смертельный упал минус вот прицел здесь фиговый то есть он целится в одно место а в итоге из другого пол в идее по сюжету полосы мы должны были встретить только уже в конце в самом почти игре а я вспомнил там кроме фероса на вере будет еще две главные планеты ты тебя лагает чувак нет если будет еще одна база черт подожди десерсивер пикинаф сам канды трансмиссион без санна сигнал стрэнк айдсэйт коми дэстан постар это москва мэсэйж мэсэй 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 что ж окей ладно в этой же серии пройдем и главную базу гетов потому что они меня достали вот блин надоедливая тварь вот просто вот обычные гетты взяли создали однотипные абсолютные миссии и вот это эта система главное не проверишь где мы были где мы не были то есть тут нет такой системы как вторую часть уже сделали командир urgent message from alliance command coming in а патчак 3 шепард это адмирал хаккет from alliance command ага где то это уже было каком и мэсэй 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 грубый ответил ну ладно буду считывать а это потому что 20 уровня это они на право уму говорят где у нас сузи находится иди а и 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 мэсэй про це мэсэй и мэсэя без до мэсэй остается по мэсэй 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 트 а мэсэй а мэсэй он мэсэй То есть, думаю, перед наберием мы еще туда же идем. Я думаю, на эту миссию мы возьмем именно Эшли и Кайдена. Ну, типа, только Альянс, все дела, плюс это Луна, ностальгия. Опачка, что-то есть. Скалистая строительство. Отнаружен редкий элемент. Отлично. Скорее всего, на спутнике этой планеты находятся как раз наши геты, которых мы ищем. Я вот уверен, почти на 100%. Ну, да, я угадал. Потому что просто так спутники здесь не валяются. Тик-тик-тик. Вот эти метериты пустые оказались, как ни странно. Зерукс. Зерукс. Разведать обнаруженный металл. И банда-бенда. Бенда. Найди медальон. Окей. Отправляемся тогда на спутник. Солкром. Уничтожаем, наконец-то, гетов. И все, собственно. Берем тех же самых. Пусть, ладно. Раз Таля с нами прошла весь этот путь, то пусть дальше не проходит до конца. Она же у нас спец по гетам. Ничего, конечно, нового не скажет, но все равно. А, по-моему, мы здесь можем ей найти эту. Для паломничества. Какую-то штуку. Которая как раз, типа, лояльность улучшит. Аномальные обломки и ничего не подписывается. Окей, в аномалию пойдем просто. Да-да-да. Точно-точно. Это побочные миссии, а не для Таля. Идут как раз. То есть здесь мы найдем как раз для нее материал для паломничества, который она потом использует, чтобы в дальнейшем стать адмиралом в поле. Ну да. Все равно вряд ли кто-то будет полностью смотреть эти прохождения. Но я потом вам расскажу уже в сюжетных эпизодах, выпусках, что нашли, какие, что было и так далее. Ну, постараюсь пока мне все это рассказать. Может быть, что-то пропушу, не замечу. Забуду. Пропушу. Я не помню, говорил уже пропушу или не говорил. Я пытался сейчас здесь подобрать подборку синонимов одинаковых, но... Но это не вышло, походу. Так, вот аномалия. Окей. Классная парковка. Капсула Азарь. Отлично. Это медальон, скорее всего. Запись матриарха, точнее. Да, это запись матриарха. Отлично. По две штуки записи дают. И 800 опыта. Мне плохо так. Если подумать. А сколько у нас вообще опыта идет? По где-то... Это всего уровень. То есть, не столько я уже набрал, а всего уровень, который у нас есть. То есть, если мы домерем в 23100, и у нас повысится уровень, то там будет уже 23100, и требуется столько там. То есть, у нас, получается, на уровень где-то уходит там, поскольку, по 2-3 тысячи. То есть, записи матриарха дают нам одну двадцатую уровня почти. Ну, ну, тридцатую. Ладно, почитаем так. То есть, в принципе, возможно, мы сейчас подойдем гетов. Пройдем луну, раз именно нас об этом попросили. Ну, пройдем другие побочки, потом пройдем луну. Это уже будет в следующих, там, выпусках двух-трех. Потом на цитадель, и потом уже, наконец-таки, на Наверию. Да. То есть, останется вам ждать где-то еще недельку. В целом, в среднем. До Наверии. Ну, недельку я имею в виду, начиная с где-то позапрошлого выпуска. Видал, как точно прошло? Ага. Прям вообще мастер. Так, и, наконец-то, на базу гетов. На главную. Быстро проходим, я сохраняюсь и иду. По своим главам. Надоело иметь миссию. Надоели. Плюс записываю же я это все подряд. То есть, я не делаю передушку. Делал бы передушку, я бы уже все позабыл. У меня вообще было бы так полубило. Поэтому лучше это все сразу пройти. Можно больше. Давай, только не свалить вниз, пожалуйста. Это очень легко забирать. Ой. Эй. Ой. Ой. Нормально. Мало очень унигали у нас. То есть, мы чиниться не сможем. Если что, вдруг. Ну, в принципе, я смогу разобрать пушки, которые у меня есть. В инвентаре могу унигель переработать. Еще раз F5. Теперь уже. И тут сначала будет охранная вампост. А потом еще вход внутрь. По-любому. Отвечаю. Да. Я угадал. Тут два танка. Четыре танка. Еще. А, это ракетчик поступил. От полоса должен был впервые увидеть на первой планете после. На вере. Перед финальной уже миссией. На самом деле. Но мы их уже заранее знаем. Уже имеем с ними дело. Попал ты, собака. Смотришь, мне шубака. Такой дом кипаж этого мятал. Белый. Здесь. Не попадешь темену. Слушай, да? Пошел ты. Отлично. И теперь заходим в сам бункер где-то. Посмотрим, что у них там. По-любому себе тальчу не стоит. Отвечаю. Так. Мне нужна готовка снайперская. Еще раз. Открываем. А, прям пазучка. И ракетчики. Черт. Супер. Супер вообще. G-гренаду это прям. Супер вообще. Гет-сапер. Так. Я не могу вас вылечить пока, ребят. Подмазал что ли? ХД. Аптечка на ХД. Живите как можете. Живите как можете, говорю. Отлично, забрали этого. Так. Передышка небольшая. Так. Давайте я сделаю просто так. До свидания. Аптечка подошла. Откидываемся, ребята. Как можем. Еще разрушить. Вот, дерьмо. Блин. Он не отошел. Талия, ты мешаешь рулять. Отлично сбили паскуду эту. Тихо. Кто-то целится. Тихо. Тихо. Что ж ты, дерьмо. Да смысл этого снова? Ой. Тихо. Наконец-то. Последний попрыгун остался, да? О, нет, еще двое. Еще раз один разрушитель. Собака. И вот он. Ползучий. Ползучий. Да ладно. Тихо. Это прыгучее говно. Вроде бы его подорвали. Надо собраться. После того, как последний гет уничтожен, вы слышите музыку, которая заполняет всю комнату. На мониторе вы видите, как Варианец исполняет печальную акапеллу перед затихшей толпой. В ней поется о потерянных мирах, жизнь их невинна. Записанные песни передаются на планеты гетов за пределами Уали Персея. Передатчик выключается. Что скажешь, что ли? А теперь что ты скажешь? Ну окей. Очень интересная информация. Из уст твоих. Провизора на рая. Так, улучшение. Терминал гетов. Возможно, вот это у нас. Вы нашли файлы, содержащие цифронные данные гетов. При правильном обращении они могли бы поведать многое об эволюции гетов с времен и знания акварианцев. Вот это оно. Это то, что нужно ей. Об этом можно будет с ней как раз поговорить потом, попозже. Ох ты, медведица. Медведица, по-моему, классная информация. Я помню. Куча бронежи всякой. Так, мед... О! Ну-ка. Классно. Мне нравится стилистика. Такая снежная. Ну, мне нравится вообще городской. Это такой нейтральный серый камуфляж. А вот этот у нас костюмчик как раз подойдет к Навере. Там же как раз все зимний. Ну, в общем, мне в принципе нравится. Классно. Классно, классно. Вот некоторая броня здесь реально прям красивая и классная. Так, тут вроде бы ничего не... А, тут еще закрыто больше всего ничего. Все, окей. Что ж, наконец-то мы прошли. А вам посты гетов. Наверное, так назову эти серии. То есть, а вам пост гетов 1, а вам пост гетов 2. Сейчас можно будет как раз сразу повалить ствализорой на эту тему. На тему завшированных файлов. И на этом тогда серию уже закончить. И вернуться на Нормандию. Отлично. А, ну или поговорим, давай, с ней потом уже. Когда туда будем спускаться уже, чтобы со всеми поговорить по поводу наших миссий. Остается нам, значит, еще две системы. Давай, послушаем. Мы только получили вашу репорт. Видно, что эта гетовая инкурсия была больше, чем мы думали. И мы, наверное, готовы для большинства в системе. Мы увеличиваем патроны в клусте Армстронга, чтобы осуществить, что они не могут установить еще раз в регионе. Добрый работа, Шепард. Ты спасал много человеческих жизней на этой миссии. Как это? Без проблем, генерал. Давайте сразу посмотрим, что она там осталась. Оцениваем ситуацию, так сказать. Так, во-первых, я запишу, что мы прошли туманность Армстронга. Так, и нам остается, значит, это мы все прошли. Артемиду, Аида, Близнецов, Ваяджера. Туманы Сарсмарга прошли. Остается нам предел Кеплера. Это Хокинга. Это побольше на миссии. Будут Найкл Стейшн и Астероид Х-57. Скорее всего, после Наверия и Хереса мы в них пойдем. Потом местное скопление, это наше скопление, то есть Солнечная система здесь будет. Это нам нужно пройти Луну. То есть мы проходим сначала вот эти два, две этих скопления. Да? Да, скопления. И после этого отправляемся на цитадель. Там докладываем, сдаем все побочные миссии, которые мы набрали. После этого летим на Луну. Там делаем то, что нам требуется. И после этого уже отправляемся на Наверию. То есть получается, это раз, два, там, три, четыре где-то там. Три-четыре выпуска потребуется на все это до основного сюжета. Здесь сегодня Солнечная система. Это мы уже пройдем в следующей серии. Всем, кто смотрел, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите дальше. Всем удачи. Всем пока. Оказалось, что тут еще одна заставочка запустилась, когда я перелетел. Поэтому может быть какая-то проблема в склейке, так сказать. Потому что записи я уже вырыгнула после перелета непосредственно. Ну, давайте послушаем. Опачка, это побочечка за Шепарда. Они все работали на классифицированном проекте несколько лет назад, на АКУЗ. АКУЗ? Я потерял мою целую группу там. Ты говоришь, что наши научные ученики были involved? Я не могу найти информацию о том, что они работали. Продолжение были закрыты. Командир, Шепард. Что ты делаешь с этим, это зависит от тебя. Я просто думал, что ты хочешь знать. Ну, а об этом мы уже посмотрим в следующей серии. Всем удачи и пока, как вы увидели ранее. Субтитры сделал DimaTorzok